Два часа дня в Одессе в прямом эфире седьмого новости в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Сегодня в Украине отмечают День вооруженных сил. В этом году им исполняется 25 лет. Празднования в Одессе начались утром. Горожане возложили венки и цветы к памятнику неизвестному матросу. Я связываю независимость Украины именно с вооруженными силами. Я считаю, что именно они способны сохранить нашу Украину. И благодаря им мы будем дальше, я думаю, развиваться и жить как положено. На церемонию пришли военные, волонтеры и представители власти. Мы все граждане Украины благодарны нашим защитникам за то, что они отстаивают нашу независимость и нашу целостность в данный момент на востоке нашей страны. И мы надеемся, как власть, приложить максимум усилий в помощи в их ратном подвиге. Бронекатера Акерман и Бердянск приняли в состав военно-морских сил Украины. Церемония прошла сегодня в военной гавани. На месте были и наши корреспонденты. Перекрыли сразу две улицы. Сотрудники автозаправки БРСМ парализовали движение на Николаевской дороге и Атамана Головатова. Так работники АЗС пытались обратить внимание властей на незаконные, по их мнению, действия налоговой. Напомню, накануне фискалы хотели вывезти оттуда топливо. Сотрудники заправки пытались им помешать. Два человека даже угрожали себя поджечь. В итоге вчера следственные действия приостановили, а налоговики покинули автозаправку и бензовозы. Огонь, взрывы и вой сирены. Под такой аккомпанемент сегодня около двух часов ночи проснулись жители улицы Сегецкая в районе 4-й станции Большого Фонтана. Как сообщили в полиции, во время патрулирования один из экипажей заметил пылающий автомобиль. На месте оказалось, что горит Volkswagen Polo. Пока ехали пожарные, копы попытались откатить припаркованную неподалеку Киа. Но из-за взрыва Volkswagen огонь перекинулся и на второе авто. Сообщила происходящему на мой сосед, проживающий рядом. И так бы я, конечно, не узнала бы. Я вообще вышла бы утром, наверное. Ну и вот узнала, выйдя, увидела уже сгоревшую машину. Владелица сгоревшего немца, преподаватель одного из вузов Одессы, не исключает вероятность поджога. Моя работа, она довольно-таки мирная, со студентами, с ребятами. Я думаю, что личных каких-то отношений у меня не было. Неприязней кому-то тоже. Поэтому довольно удивительно, что такое случилось. Сейчас с причиной возгорания разбираются эксперты. Возможно, происшествие зафиксировали камеры наружного наблюдения с ближайших офисов. Марушевская не дали уйти по собственному желанию. Вместо этого сделали пять выговоров и уволили за служебное несоответствие. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама экс-глава Одесской таможни. По ее словам, служебное несоответствие от Романа Насирова является лучшей оценкой ее работы. И, несмотря на приказ об увольнении, она продолжит работу в государственной системе. Наказ про моё звільнение. Ему передувало пять доган, який премьер Гройсман безуспішно доручав скасувати. Оголошение неповної службової відповідности. И моя заява про звільнение. Коли стала остаточна, зрозуміла, що в Києві ніхто не збирається реформувати митницю. Вітаю Романа Насирова. Звичайно, чоловіча і чиновницька гідність поціновувача лондонських квартир не дозволила йому змиритися з моєю заявою за власним бажанням. В Одесу приєдуть рыцари. Свої мечи вони скрестять на арене цирка. Серія таких турніров называется «Винтерфайт». Зимой рыцари будуть бороться вперві после продолжительной паузи. Обычно соревновання проходят летом в Белгороднестровской крепости. В этом году на территории цирка организують и фотозону по мотивам фильма «Игры престолов». Серія буде состоять из трех игр. Соответственно, в этой серії будуть участвовать три рыцарських отряда. Назовемо их так проще и понятнее – три сборные. Которые в последовательных встречах друг с другом скрестят свои мечи за звание лучшего в поединках и в груповых боях. Зимние поединки пройдут в память Ростиславия Мирошниченко. Это один из лучших одесских рыцарей. Напомню, в конце ноября он, возвращаясь из столицы, попал в ДТП. Его машина врезалась в фуру, отлетела в кювет и загорелась. К несчастью, спасти мужчину не удалось. Он получил 90% ожогов тела. Часть денег от проданных билетов передадут семье Ростислава. Родился полтора года назад у него сын, замечательный сын, Бронислав Ростиславович Мирошниченко, которого точно так же мы попросим выйти на Ресталище уже в конце награждения. Это впервые будет появление самого юного рыцаря, тем самым мы установим некий рекорд. Первый турнир пройдет 10 декабря в 18.00. Стоимость билетов от 50 гривен. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в твиттере, в социальных сетях. Если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Увидимся в 16 часов. Хорошего дня.